Хаус-боты. Так на иностранный манер называют плавучие дома. Модное в последнее время направление экологического туризма. В сервис входит личный остров с мангалом и гамаком, катер и бескрайняя карельская природа. Семья Хоршевых отдыхает здесь третий год подряд. Этих эмоций хватает на город. Всего за два дня. Вот муж может подтвердить, он сегодня вот таких вещей вытаскивал. Если есть рай на земле, то он здесь, ребята, в любую погоду. Так что рекомендуем. Чтобы привлечь больше гостей, владельцы базы отдыха расширяют бизнес. Открыли зоопарк, устраивают прогулки по озеру, запланировали построить несколько домиков в национальном карельском стиле. Пока проект в разработке, на пустующем поле пасутся коровы. Развивать собственное дело помогает государство. В регионе в 2018 году для этого даже создали отдельную структуру. Специалисты помогают получать льготы, финансирование, решают земельные вопросы, а также выступают в роли рекламных агентов. В корпорации развития Карелии в прошлом году был разработан маршрут по Карелии 555. Он называется, поскольку протяженность его 555 километров. И в него входит 5 объектов. Мы один из этих объектов. Поэтому, конечно, в этом году у нас едут люди уже именно по рекламе этого маршрута. Эта дорога – пример реализации нацпроекта «Поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы». Ее проложили от федеральной трассы к горному парку Рускеала. Бизнес предоставил проект, республика дала деньги. Двухполоска обошлась казня в 44 миллиона рублей и быстро окупилась. Ведь популярное туристическое место приносит в бюджет Карелии миллионы налогов. А лучше дороги – больше гостей. В 2018-м, например, их побывало здесь 315 тысяч. Популярность горного парка определили природная красота и богатая история. В 18-м и 20-м веках в Рускеале добывали мрамор. Сначала для строительства столичных дворцов, после для отделки станции метро. В 2000-х промышленная история закончилась. Тогда здесь проложили пешие маршруты, открыли доступ к штольням, и бывшая каменоломня превратилась в круглогодичный туристический объект. Вокруг нас за ближайшие 5 лет построилось 3 гостиницы и несколько кемпингов именно в Рускеале. А что говорить о Сартовальском районе, то количество мест увеличилось, по-моему, на тысячи спальных мест. В самом парке работает около 300 человек. Предпринимательская жилка проснулась и у жителей соседних деревень. Там ведут торговлю, сдают дома, катают туристов на квадроциклах, организуют кемпинги. Есть партнеры, которые занимаются экстремальным туризмом. Есть партнеры, которые занимаются прокладкой туристических маршрутов, которые занимаются новыми туристическими маршрутами. И мы все льем воду на такую мельницу сампа, которая раскручивается, раскручивается. Летом 2019 года Рускеала обзавелась своим самым крупным партнером. Компания РЖД отремонтировала 2,5 километра железной дороги и запустила в горный парк исторический состав. Ретро-поезд выполнен в стиле Николаевского экспресса. Того самого, что в конце 19 века курсировал между Москвой и Санкт-Петербургом. Окна обрамлены изысканными портьерами. Есть ностальгическая зеленая лампа и, конечно, букет с брусникой. Мы же в Карелии. За 4 месяца поезд перевез больше 20 тысяч пассажиров. Проектом уже заинтересовались соседи Фины. И в ближайшие годы маршрут может быть продлен на север до города Юэнсу. Тогда турпоток вырастет как минимум вдвое. На дорогах Карелии много участков с болотистым зыбким грунтом. Они часто проседают. Поэтому в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автодороги» региону из федерального бюджета выделили огромную сумму – полтора миллиарда рублей. Теперь проблемные места выбирают на двухметровую глубину и только после этого восстанавливают дорожную одежду. До 2024 года таким способом приведут в порядок 50% трасс. По словам главы республики Артура Парфенчикова, в общей сложности предстоит отремонтировать 1145 километров. Затем на что уходят деньги и как идет работа – пристально следят. «Карел-Автодор» уже второй год возглавляет мой ученик и один из лучших следователей республики Карелии, полковник в отставке. Так что я так думаю, у него никто не забалует. Поэтому и это уже чувствуется. Он так подходит, как следователь. Я смотрел, как он проверяет дороги. Взялись в регионе и за воздушные маршруты. Оставшийся с советских времен аэропорт Петрозаводск к октябрю 2020 года получит новый терминал. Строительство уже ведется. Сумма инвестиций – миллиард рублей. Пассажиропоток должен вырасти в 10 раз и составить 277 тысяч человек в год. Наша задача вообще такой, как бы проект, там, Карелия, там, Дальняя Подмосковья, там, чтобы человек мог воспользоваться авиасообщением. Ну, на самом деле это правда. Это, значит, сел в самолет вечером в пятницу, и чтобы уже вечер пятницы он встретил в красивом домике, уединенно, там, за удочкой, в бане, там, с семьей, там, или вообще один, там, как вам нравится. Поэтому это такой формат, который должен полететь. Богатая лесами Карелия – один из лидеров в России по экспорту древесины. Отрасль обеспечивает край почти половиной доходов. В рамках нацпроекта «Международная кооперация», задача которого вдвое увеличить экспорт ни сырьевых, ни энергетических товаров, в Карелии развивают лесообрабатывающую промышленность. Компании региона все чаще отказываются от продажи бревен и переходят к глубокой переработке сырья. Спрос не снижается, а конечная стоимость товара увеличивается в разы. Ну, кто понимает толк древесины, то карельскую древесину ценят. Она обладает определенными свойствами, в первую очередь прочистыми, в вторую очередь эстетичными. Размер сучков, вид сучков, структура древесины красивая, что по сосне, что по еле. Бревна нарезают, шлифуют, и на выходе это вагонка, брус или напольная доска. Строгальная линия обеспечивает стабильность геометрии с точностью до сотых долей миллиметра. Современные технологии позволяют инженерам перерабатывать 100% материала. А пилки, которые еще недавно отправлялись в утиль, теперь используют для изготовления топливных гранул, пилетов. Сначала стружку измельчают до состояния муки, высушивают, а после отправляют под пресс. Частицы липнут друг к другу без какой-либо химии, благодаря природному компоненту лигнин. Такие гранулы – новейшее слово российской биоэнергетики. По своим свойствам теплоотдачи они сопоставимы с каменным углем. Есть и еще один плюс – удобство транспортировки. В один такой мешок вмещается 500 килограммов пилетов. Если бы древесина была в форме опилок, потребовалось бы уже 1, 2, 3, 4, 5, 6 подобных мешков. В отличие от угля или мазута, древесные капсулы способствуют улучшению экологической обстановки региона, существенно снижая выбросы углекислого газа в атмосферу. Несколько котельных под Петрозаводском уже перешли на хвойное биотопливо. Оказалось, гораздо выгоднее. Строительство дорог и поддержка предпринимателей обеспечивает Карелии стабильный рост турпотока и появление новых рабочих мест. Сюда приходит все больше бизнесменов. Позитивные перемены наблюдаются в и без того самом прибыльном секторе – лесопромышленном комплексе. Курс на глубокую переработку бревен, по оценкам экспертов, в ближайшие три года позволит увеличить прибыль в полтора раза. Уже сейчас региону удалось сократить размер госдолга более чем вдвое и подняться на 9 пунктов в национальном рейтинге и состоянии инвестиционного климата. Субтитры создавал DimaTorzok